Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Анатолий и вместе с вами сегодня хотел бы порассуждать воскресные размышления о вере. И есть такая информация официальная, что россияне тратят 30 миллиардов долларов на колдунов, экстрасенсов. Правда, не указано в год или это общая сумма. Но в любом случае, когда люди верят в силу оккультных, мистических личностей, когда они понимают, что это не Бог живой, а враг, то люди делают определенный выбор. И это их вера. И сегодня я хотел бы поговорить об этой вере, поассуждать с вами вместе. И мы обратимся к Библии. Это будет известный случай, который произошел вместе с Иисусом Христом и Сотником. И описан он, мы обратимся к Евангелию от Матвея. Это будет 8 глава, с 5 стиха. И там стоит следующее. «Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел Сотник и просил его, Господи, слуга мой, лежит дома в расслаблении и жестоко страдает. Иисус говорит ему, я приду и исцелю его». Итак, обратите внимание, Сотник это был человек военный. Сегодня он был примерно в звании майора. У него было около ста воинов. И он был авторитетным человеком в Римской империи. И этот человек сам не постеснялся, пришел к Иисусу Христу по вере в то, что Иисус Христос – это та личность, тот человек, который может исцелить его слугу. И он просил не за воина, а он просил за слугу. И Иисус говорит ему, что я приду к тебе и исцелю его. Но насколько вера была сильной у этого Сотника. И давайте мы посмотрим дальше, что же происходило. «Сотник же, отвечая, сказал, Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кровь мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой». Интересно очень. Значит, у Сотника была вера в то, что даже Иисус мог произнести слово и исцелить его слугу. Не надо было приходить физически возлагать руку на слугу, нет. Он просто должен был выпустить слово. Настолько была большая вера у этого Сотника в Иисуса Христа. Теперь я пропускаю. И в 13 стихе мы читаем. «И сказал Иисус Сотнику, иди, и как ты веровал, да будет тебе. И выздоровел слуга его в тот час». Итак, многие люди, они в своих тревогах, проблемах, горестях, они решают, кому обратиться за помощью. И одно дело, невидимый Бог, а другое дело, видимые служители Сатаны. Экстрасенсы, полдуны, ясновидящие. И они такие же люди, как и он. И люди верят в то, что ему или им дадут подсказку. Такие же люди. Ну, простые люди, они ограничены в своих возможностях. И поэтому они ищут особых людей. С особыми дарами, талантами. Но вопрос, от кого они получили, каким образом, за что они получили эти дары, таланты, они почему-то о себе не задают. И за что потом надо будет расплачиваться? Тем, в кавычках, помощью, которую вам оказали. Это большой вопрос. Ведь люди думают, что если он отдаст деньги, и он рассчитался материальными бумажками, за то, что ему помогли, в кавычках, и он на этом все закончится. Но это так не происходит. Это духовный мир. И деньги в духовном мире ничего, ничего не значат. Не для сатаны, тем более для Бога. Поэтому, когда человек обращается в духовный мир, то он должен понимать, что от него что-то требуется. И от него что-то ожидают. Сатане не нужно благополучие человека, его дома, его семьи, его здоровья. Его интересует только душа, бессмертная человека. Чтобы обманом ею завладеть, чтобы человек, человеческая душа, не попала в хорошее место к Богу, а попала в плохое место. И поэтому деньги, они не имеют отношения к той силе. Они имеют отношения только к человеку, который является слугою, который выполняет определенные действия, получая взамен, служа эти деньги. И вера, о которой я сегодня читал у сотника, это совсем другое. Это вера не в то, что сотник. Сотник не принес даров, он не принес денег Иисусу Христу. Он не сказал ему, вот я тебе сейчас сделаю то, 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 чем тебе помочь. Нет, здесь вопрос был не об этом. Здесь вопрос был о вере, в то, что личность Иисуса Христа, она настолько добра, настолько божественна, что этот человек делает добро, творит по вере в Него и в Бога. Просуждайте вы на эту тему. Я желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания.